Минувшая неделя обошлась без кричащих новинок, ведь настоящая буря нас ждёт позже. В конце лета откроется автосалон в китайском Чэнду, а европейцы копят силы перед сентябрьским автосалоном в Мюнхене. Тем временем российский автопром борется с трудностями роста. Дефицит микрожипов привёл к приостановке конвейеров в Тольятти, строящийся в Петербурге моторный завод Хионды готовится к производству сразу двух двигателей, а российский офис Черри решился переименовать свой премиальный суббренд Черри Эксид обратно в Эксид. Спустя шесть лет в России возобновятся продажи корейских Chevrolet. Марка расширяет свою гамму компактным кроссовером Trailblazer. Тем временем в Америке обновлён седан Volkswagen Jetta, а в Китае раскрылся Tank 500, большой внедорожник, который должен прийти на смену Хавейлу H9. Но начнём мы с новостей спорта. Впервые новейший прототип BR-03, третью разработку российской компании BR Engineering, представили общественности в мае, но тогда презентация была статическая и закрытая. На этот же раз программа развития автоспорта SMP Racing показала автомобиль широкой публики на Moscow Raceway в рамках этапа российской серии кольцевых гонок, в которой BR-03 и будет участвовать. Совместно с компанией BR Engineering готовим нормативную, техническую, производственную базу для запуска проекта BR мелкосерийное производство и планируем открытие монокласса турка SMP Racing. Машину во время первого публичного проезда пилотировал директор проекта Михаил Алёшин. Когда еду за рулём этой машины, я иногда забываю о том, что она сделана в России. А это стоит дорогого. Я ездил на практически всех машинах, включая Формула-1. Потенциальные клиенты проявляют к машине интерес уже сегодня. Но главное сейчас не продать, а завершить испытание. У нашей машины как-то вот так сложилось. Чуть-чуть фу. Всё абсолютно в порядке, всё надёжно, всё работает. И сейчас, по сути, мы просто занимаемся таким наматываемым километража, вдруг, мало ли, что-то вылезет. В движение BR-03 приводит атмосферный V6 от Renault-Nissan, которому аккомпанирует секвентальная коробка передач фирмы Sadev. Финальные испытания ещё идут, но машина уже установила рекорд на Moscow Raceway. Это машина, которая едет уже на 5 секунд быстрее, чем всё, что мы видим на этой трассе. Но представьте себе, уже в процессе обкатки. И это при том, что мы вообще даже ещё не ехали в никаком коллекционном режиме. Мы просто её обкатываем. Портотип BR-03 ориентирован на отечественные гонки. У него появится своя категория в чемпионате России. Но машина универсальна и может участвовать не только в кольце, но и в марафонах на выносливость, в тайм-атаке и других дисциплинах. Шевроле возвращается в российский масс-маркет с кроссовером Trailblazer. Напомним, что после радикального сокращения гаммы в 2015 году у марки Шевроле в России оставались только дорогие машины американского производства. А Trailblazer — это именно тот корейский Шевроле, которого нас лишили 6 лет назад. Напомним, что в новом поколении так называют не рамный внедорожник, а компактный кроссовер — одноклассник Nissan Qashqai и Skoda Karoq. Модель образца 2019 года создана с прицелом на Китай, но к нам повезут машины южнокорейского производства. Единственный двигатель — это трёхцилиндровый бензиновый турбомотор. По сравнению с китайской версией его отдачу слегка уменьшили, чтобы вписаться в российские налоговые рамки. Переднеприводные версии оснастят клиноременным вариатором и полузависимой задней балкой. Полноприводные трейлблейзеры — это муфта в приводе задней оси, девятиступенчатый автомат и аналогичная полузависимая задняя подвеска, но дополненная механизмом УАТТА. Продажи стартуют 15 сентября. На выбор предложены 4 комплектации. Базовая LS с передним приводом, промежуточная LT, строго полноприводные Active и RS. Причём две последние выделяются дизайном. Active украшен внедорожным обвесом и двухцветной окраской кузова, ARS, спортивным декором и другой решёткой радиатора. Исчезновение мексиканских седанов Volkswagen Jetta с российского рынка мы даже и не заметили. А ведь модель продержалась у нас меньше года. Второго возвращения, видимо, уже не будет. Но по ту сторону Атлантики у Jetta плановый рестайлинг. Подправлены бамперы и решётка радиатора. Кстати, они теперь общие у обычной Jetta и заряженной GLI. В салоне главное новшество — это виртуальные приборы вместо стрелочных, которые раньше оставались у базовой комплектации. Теперь всё, только цифра. А за доплату можно получить экранчик не на 8, а на 10 дюймов. В Мексике и прочих странах Латинской Америки по-прежнему продаются Jetta со 150-сильным турбомотором 1.4. А в США и Канаду рестайлинговые Jetta пойдут с более современным двигателем 1.5. Он может работать по циклу Миллера и оснащён турбиной с изменяемой геометрией. Коробки передач прежние — 6-ступенчатая механика и 8-ступенчатый автомат. Все дизайнерские обновки достались и горячей Jetta GLI, которая не просто предполагает 7-ступенчатый робот вместо автомата. Тут многорычажная подвеска, самоблокирующийся дифференциал и адаптивные амортизаторы. Наконец, обновлённая Jetta получила телематический комплекс CarNet, системы автоторможения и контроля слепых зон. Китайский концерн Great Wall ударными темпами развивает молодую марку Tank, которой поручены настоящие внедорожники. Пока что единственная серийная модель бренда — это Tank 300 с 2-литровым турбомотором. За первое полугодие в Китае реализовано 32 тысячи штук. Это 44-е место среди всех внедорожников и кроссоверов Поднебесной. Базовая модель стоит 200 тысяч юаней. Это 2 с четвертью миллиона в российских рублях. Но поддерживать трёхсотку вскоре будут другие модели. В первую очередь более крупные, с индексами 600, 700 и 800. Первая из них должна была дебютировать на автосалоне в Ченду 29 августа как Tank 600. Но машину срочно переименовали. Хотя, согласитесь, название Tank 600 в России звучало бы ярко. Да и очевидные дизайнерские отсылки к Toyota Land Cruiser'у нашим покупателям польстят. Габаритный размер нового Tank 500 ещё предстоит уточнить. Неясно, например, указана ли длина от бампера до бампера, и тогда эта машина сильно крупнее Toyota. Или с учётом запасного колеса. В этом случае мы имеем дело со слегка увеличенным Havail'ом H9, колёсная база которого на 5 сантиметров меньше. Интерьер пока не раскрыт. Зато известен силовой агрегат. Это новый трёхлитровый бензиновый турбомотор, который умеет работать по циклу Миллера. Пару ему отрядили девятиступенчатый автомат, а китайские СМИ пишут даже о 48-вольтовом стартер-генераторе. Однако в целом же речь идёт о развитии известного в России Havail'а H9, который сойдёт со сцены. У девятки заимствована платформа. А именно рама, двухрычажная передняя подвеска, неразрезной задний мост и подключаемый полный привод. Очевидно, нового H9 не будет, и все рамные внедорожники Great Wall'а соберутся под маркой Tank. Стоить пятисотка должна не менее 300 тысяч юаней, то есть примерно 3,5 миллиона рублей. А в том, что машина появится в России, мы не сомневаемся. Кроссовер XC TXL пока продаётся в России под маркой Cherry XC, но двигатель у модели до сих пор был только один. Объёмом 1,6 литра, причём в России он дефорсирован до 186 сил. Теперь в Китае дебютировала новая топ-версия 400T с двухлитровым агрегатом, семиступенчатым роботом Getrock, а главное — с передним и полным приводом. В России этот двигатель тоже появится, но сначала не на модели TXL, а на более крупном кроссовере XCED VX, который должны представить в конце октября. Китайская версия VX развивает 254 силы, но для нашего рынка мощность наверняка уменьшат, чтобы вписаться в более удобный транспортный налог. И ещё российский офис Cherry решился убрать из названия Cherry XCED первую приставную часть. Менее чем через год после вывода марки на наш рынок. Теперь XCED'ы будут продаваться у нас под исходным названием, а дилерская сеть уже до конца года расширится до 60 автоцентров. Моторный завод Hyundai, который начали строить летом 2020 года рядом с автосборочным, должен заработать уже нынешней осенью. По плану начальная мощность предприятия составит 240 тысяч двигателей в год. Атмосферники 1.6 из семейства Гамма поставят на российские же Солярисы, Креты и Киа-Рио, которые выпускают тут же в Санкт-Петербурге. В перспективе мощность завода могут нарастить до 330 тысяч моторов в год. И тогда речь пойдёт уже об экспорте двигателей в Европу. А теперь оказалось, что помимо моторов 1.6, завод уже весной 2022 года займётся и двухлитровыми агрегатами семейства Нью. Проговорились о планах не сами корейцы, а входящий в периметр ВЭБа фонд развития промышленности. Коленчатые валы по технологии кузнечной ковки для корейских машин изготовят предприятие со сложным названием «Форж-де-Курсель Воронежский кузнечный завод». Свежая линия готовится в подмосковной электростали. Кстати, поставки аналогичных коленвалов ждёт и АвтоВАЗ. А вот алюминиевый картер блока цилиндров для корейских двухлитровых моторов будет отливать литейный завод «Аросолит», который базируется в Заволжье Нижегородской области и принадлежит группе «Солерс». Если быть точным, фонд развития промышленности судит 323 миллиона рублей для автоматизированной линии по выпуску алюминиевых деталей. Запускают её до конца лета. Помимо компонентов для «Хёнде», производство ориентировано ещё на два других проекта. Во-первых, это французские дизели 1.6 с индексом DV6, которые весной начали собирать под Калугой для локализованных коммерческих Пежо, Ситроенов и Опелей. А во-вторых, это фордовские дизели 2.2 для транзита, ради которых группа «Солерс» выкупила и разморозила моторный завод в Елабуге, который ранее выпускал бензиновые атмосферники, но стоял за консервированным после ухода легковых фордов из России. Однако наши транзиты перейдут с импортных моторов на отечественные позже, в 2023 году. Глобальный дефицит микросхем, спровоцированный прошлогодним локдауном и отчасти виновный в дефиците автомобилей в российских автосалонах, добрался теперь и до отечественных автозаводов. Строго говоря, проблемы были и раньше, но до остановки конвейера дело не доходило. И вот АвтоВАЗ объявил о трёхдневной паузе на трёх линиях в Тольятти. Виноваты перебои с поставками чипов Bosch. Ижевский завод, где собирают въезды, пока трудится в обычном режиме. А в целом стабилизировать ситуацию удастся не раньше сентября. Тем временем, Солерс Форд первым в коммерческом сегменте предложил подписку на Форд Транзит. Напомним, что под этим словом подразумевается долгосрочная аренда автомобиля со штатной телематикой, а в стоимость контракта включены страховки, круглосуточная техподдержка, обслуживание и ремонт у дилеров. Подписчику предстоит платить только за топливо, мойки и шины. Что по ценам? Пресс-офис приводит в пример фургон ценой 2 миллиона 373 тысяч рублей, который при аренде на 5 лет обойдётся в 46 тысяч в месяц. Но при этом годовой пробег ограничен 10 тысячами километров. Другой сценарий посмотрим в фирменном конфигураторе. Самый дешёвый фургон, который есть у московских дилеров, при аренде на 1 год и более реалистичном пробеге в 30 тысяч километров обойдётся более чем в 70 тысяч рублей в месяц. Ульяновский автозавод предложил подписку ещё в прошлом году. А теперь тему современных онлайн-сервисов продолжает УАЗ-Коннект. Так ульяновцы назвали комплекс штатной телематики, разработанный партнёрской компанией C-Cars. Её базовые функции ориентировались на коммерсантов. Дистанционное получение данных о техническом состоянии, уровне топлива в баке и местоположении автомобиля с точностью до метра, запись истории поездок и анализ стиля вождения. Теперь же расширенная версия адресована частникам. Мобильное приложение позволяет дистанционно запускать двигатель зимой. Пока что телематику предложили только для патриотов и пикапов с автоматической коробкой, произведённых после 1 декабря 2020 года. Но впоследствии УАЗ-Коннект внедрят и на машины с механикой. И расширят функционал. Крокус-экспо уже в 16-й раз принял выставку Интеравто. Не все её обычные участники приехали из-за пандемии. Но более чем 120 компаний из 5 стран и 16 российских регионов привлекают посетителей своими товарами, услугами и решениями. Причём среди участников много дебютантов, которые пришли познакомиться с потенциальными потребителями и партнёрами. Нам, в принципе, это интересно. Наши потребители потенциальные, я считаю, что здесь находятся, ищут новые направления для развития своего бизнеса. Поэтому мы здесь восстанавливаемся. На выставке есть и именитые бренды. Например, производитель охранных систем «Пандора». Компания презентовала несколько новинок. В том числе умный видеорегистратор. Например, этот видеорегистратор может, если срабатывает сигнализация, тревога, например, он через полсекунды начинает писать, положить видео и фото делать. То есть тем самым вы получаете сразу, в случае тревоги, все фотографии и видео. На выставке можно отыскать практически всё, что связано с автоиндустрией, начиная от запасных частей и заканчивая оборудованием для ремонта машин. Особое внимание уделено электротранспорту. Несколько стендов посвящены зарядным станциям. Рост колоссальный. Даже не в два раза, даже в некоторых регионах в три-четыре раза. То есть по электромобилям, так же и зарядные станции. То есть буквально в 2019 году по зарядным станциям запросов практически не было. В этом году у нас только на наш сайт падает порядка десяти запросов в день. Интеравто традиционно проводится раз в два года. А значит, следующий смотр индустрии назначен на 2023 год. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова